итак ну что ж ария рума и маленькие любители покушать и безумно сложных и логических схем у микрофона как всегда ваш по концу гамма муру это великолепная игрушечка факторе османа красота рио 2 и space exploration за кадром как я люблю об этом говорить и всегда об этом говорю произошли кое-какие мало-мальски в какой-то степени изменения по большей части я провел здесь времени на орбите и готовился к следующей серии попутно я занимался изучениями которые мне предстоит все равно рано или поздно изучать касаемо биологических пакетов но самое главное что я практически все подготовил для того чтобы заняться в этой серии созданием цеха по созданию исследовательских пакетных материалов сначала я сюда вывел иридивые слитки из которых я уже создаю панели почему сразу отправлять панели нельзя к сожалению сборочка не дает мне такого ответа также я сюда вывел все необходимые материалы для создания вот этих вот пакеты тестирования материалов к счастью я уже где-то их создавал когда-то очень давно вот здесь вот например поэтому никакие сложности с этим не возникли основные этапы были как ни странно с камнем и совсем что с этим связано а конкретнее вот с этим вот бетоном мне потребовалось суда доставлять каменные кирпичи также привозить сюда камень вот с этой вот схемы ну рано или поздно мне пришлось бы этот камень где-нибудь использовать и как мне кажется использовать его в данной схеме очень даже хорошее решение таким образом я после переработки всего этого безобразия избавился от большей части камни который мне по сути не нужно было бы здесь так у меня появился здесь песок песок вместе железными прутами перерабатывается в бетон ну и вода здесь как всегда стандартная такая ситуация дальше же вода попутный газ и смазочная жидкость все это сюда под вывел и таким незамысловатым образом при помощи еще лития я произвожу здесь потоки плазмы в принципе достаточно стандартная схема и мне как я правильно посчитал ничего другого не остается кроме как создать все эти центр механики вместе с центрами термодинамики для которые мне позволят в исследовательских серверах создавать каталоги материалов при помощи всех этих данных о холодной термодинамики и прочего у меня в принципе все это здесь имеется поэтому я не вижу никаких препятствий для начала создания всего этого безобразия но кроме как сейчас меня дозаправит дроны чтобы я смог обратно прилететь на орбиту и заняться всеми строительствами где посидел подумал и и в итоге сделал эти четыре центра по созданию данных получается то что вот эти центры механики собирают отсюда все сюда сталь и белые вот эти исследовательские мои чистые карты памяти предоставляют при помощи дронов и только с помощью дронов стали у меня на орбите да прошу прощения до всех возможных величий находится так что вообще с этим не испытываю никаких потребностей и здесь у меня создаются данные прочности на разрыв это все курсирует по конвейеру отсортироваться сначала данные а потом уже весь мусор уходит с помощью дронов такая же схема только вместо стали здесь идет необходимый мне бетон так что схема сортировкой работы ровно таким же способом на мусор и на данные а все то что выходит плюсом а именно и редитовые плиты попадают обратно в систему находятся в хранилище так я с ними не испытываю проблем ну а здесь располагается банально такая системка где плазма собирается и идет большим путем потому что проще не получилось делать и по логике здесь должны отсортироваться данная горячей термодинамики и остаются только вот эти вот данные но как я погляжу у меня какая-то здесь затык произошел и оказывается мне нужно отсортировать здесь еще и терможидкость оказывается нас собирается сейчас мы это быстренько отсортируем ничего страшного выход терможидкости это вообще не проблема и получается то что я схему должен при помощи моих любимых пакетных манипуляторов организовать то есть он отсюда забирает и вот сюда откладет примерно такая же схема у пакетных манипуляторов которые расположены у меня вот здесь вот то есть он отсюда забирает и вот сюда откладет принципе очень удобная системка мне она безумно понравилась поэтому давайте ее использовать почему бы нет так насчет сортировки получается то что загрязненный мусор я должен отсортировать в один контейнер а все то что пойдет не в виде мусора соответственно в другой контейнер ну и дрона обязательно мне помогут с этим сейчас я займусь терможидкостью и выведу ее в обратку а то если этих действий но и озвучено не будет то ролик получится уж слишком коротким чего не мы не я не вы не хотите выход терможидкости готов и вроде это все типа данных которые мне нужны для того чтобы собрать каталоги материалов сейчас мне потребуется сделать такую же систему с холодной терможидкостью и собрать все данные исследовательские сервера в количестве 7 штук конечно же я размещать не буду зачем мне это нужно я размещу их конечно же поменьше как я говорил то что расчет биоотходов не совсем корректен и как именно и рассчитать его производство тоже не совсем правильно получается вот эта вся система с гигантским количеством дерева который сюда доставляется она конечно необходимо и вот эта вот системка тоже безумно нужно но мы совершенно не учитываем и это не наверное нельзя учесть в расходах то что я отходы мы получаем из загрязненной воды которую здесь мы тоже получаем из загрязненного мусора который тоже мы здесь получаем вот как я мог заранее знать то что я эти самые биоотходы которых так сильно нуждаюсь буду получать на поздних этапах конечно же об этом знать не мог и я конечно догадывался и до последнего не думал то что биоотходы как-то придется производить наверное только поэтому у меня такие с ними затупы в самом начале произошли я боялся что и будет слишком много но как оказалось что что небольшая логика решает все мои проблемы примерно какая-то такая схема получается сейчас останется дождаться когда дрона это все разместят я не стал заморачиваться и делать как у меня написано в калькуляторе до 7 штук исследовательских серверов учитывая тот факт что я всегда эту штуку могу расширить я собираюсь ее расширить плане установки здесь естественно так вами любимых ускорителей и модификаторов я забыл о такой немаловажной вещи как открытие о материалах как я мог о них забыть не имею ни малейшего понятия причем учитывая что в расчетах они у меня имеются раз немножечко это все нужно переделать ему но не так критично на самом деле таким расчетом конечно же мне потребуется исследовательских серверов побольше разместить иначе вообще все не получится конечно не самая симметричная вещь в мире получается но ладно будь что будет в каком-то смысле отсутствие симметрии это тоже симметрия результаты великих мамору вот так вот как-то схема более-менее готова и конечно же останется здесь только разместить сервера решила попробовать нечто необычное нет не знаю что из этого выйдет конечно надеемся что-то путное единственный минус который наверное я замечаю в этой схеме это отсутствие какой-то внятной буферизации но пока что я не вижу выхода из данной ситуации по-хорошему пластины из лидия суда бы конвейерами доставлять но я почему-то не позаботился об этом заранее поэтому к сожалению меня никакого выбора нету кроме как вот здесь сейчас использовать небольшие логистические ухищрения доставка с помощью дронов тоже вариант между прочим и на этом производстве исследовательских первых пакетов должно начаться но я надеюсь на это сразу как только все дроны разместят все то что им необходимо если я все правильно понимаю у меня по сути налажены первые оранжевые колбочки а значит то что мне доступны теперь первые оранжевые улучшения вот из них что я могу много чего по на делать но по сути по большей части пока я вижу что здесь все бесполезно и риди в этот капсул доставочной пушки не интересует логистика 4 не интересует тяжелые балки для того чтобы производить что-то дальше примеров кривии космической платформы жилые балки каркасы и стальные блесты достаточно делаются легко и заменять их каркаса космической платформы но я не вижу смысла да я буду передвигаться быстрее но зачем пусть они изучатся и может быть в корабле или в корабле строение дальнейшем я буду это как-то использовать кто-то еще ну по сути первые пакеты я не вижу что что-то такого дельного изучаем мы но если только продвинутые печи но это особо спасибо не надо а вот следующие уже следующие уже тяжелые балки я вижу паукотронов ракетная шахта космического зонда может быть это именно та самая вещь которой нам не хватало для того чтобы развить фиолетовые колбочки оружейной доставочной пушки интересно с помощью нее я как понимаю могу приносить демократию кусакам лазерная артиллерия ну такое эльцатрон но самое интересное для меня это строительные пилоны которые как назло открываются только после исследовательского пакета второго материала а их мы начнем производство не раньше чем только в следующей серии не за кадром предстоит очень много времени провести в афк скорее всего и до наладить все процессы производства и вот этой всей безобразной схемы для того чтобы достичь наиболее лучшего результата ну и в таком случае пожалуй пока что на этом все я надеюсь что мы вот-вот уже приблизимся к нужному мне результату и нормально наконец-то мы можем расстраивать базу не какими-то опольными путями а нормально заниматься космическим строительством при помощи космических инструментов я надеюсь что это произойдет как можно скорее ну а пока в таком случае пожалуй на этом все всем спасибо что смотрели у микрофона был как всегда ваш покорный слугам амору еще услышимся